Всем привет! С вами Алена Романова. Продолжаем говорить о ситуации, которая сложилась именно сейчас, именно в нашу эпоху. Такая началась коронавирусная эпоха 2020 года. Я просто не могу одного понять, как взрослые люди, здравомыслящие люди, пишут про некую чистку планеты. Неужели тысячи смертей пожилых людей это то, о чём стоит говорить как о чистке? Да не дай бог. Я склоняюсь к тому, что время тоже имеет свойство ломаться и исчезать. Как исчезло время хаоса после Первой мировой, время ужаса после Второй мировой и время упадничества после распада СССР. Что же сейчас происходит? По моему мнению, то, что сейчас происходит, это больше из серии «Чёрного лебедя-талеба». Прорыв метафизической дыры и начинает затягивать. Вспомните, например, мы в Украине ещё до 11 марта, буквально ещё, ну сколько здесь получается, три недели назад, мы посматривали в другие миры. А как у них там? Очаги не то, что вспыхивали, а так горело, что площади увеличивались и увеличивались. А мы тем временем ходили без масок. Мы ездили в метро, мы встречались в кафе, а начиная с 12 марта закрыли вузы, школы, потом метро, ограничили даже ездить в оставшемся транспорте. И полыхать уже начало и у нас. Сейчас у нас уже более 400 человек, официально признанных заражённым этим вирусом. Во время хаоса всегда плотно закрываются большие двери, но щели, щели-то остаются. И вот именно через эти бреши и пробирается новое время, новые люди, новая история. Поэтому стоит снять с себя шапку феномена сверхуверенности, перестать забрасывать рассказами истерии «А моя мама казала, суши хлеб в духовке и будет тебе счастье». Никому вот такие оды и бравада не нужна. Не надо засевать поле волшебными советами и ингредиентами. Но то, что нам снова предстоит влезать в новые размеры, это может быть и смена профессии, и смена местожительства, как и смена внутреннего ядра, например, был гадом и решит вдруг стать человеком. Ведь то, что было последнее десятилетие, было аховое исчезновение добродетелей в человеке и превращение, просто массовое превращение в людей-орков, это страшное явление, которое мне довелось наблюдать. Я предлагаю, что же делать каждому, вспомнить, как вы выходили из кризиса. Например, хотя бы после мирового кризиса 2008-2009 года, который по разным оценкам тянулся вплоть до 2013 года. Тот, кто постарше, пусть вспомнит кризисы 90-го года. И давайте вспомним, как рос и расцветал сочный оранжевый плод вашего становления успеха. Я начну с тебя. Я, например, в этом кризисе мировом 2008-2009 года немного побыла в затяжной рецессии. Меня на предыдущей работе уже все удручало. Но там я еще пробыла до осени 2011 года. А потом, в какой только ускользающей дороге я не была. От мечты шаг в иллюзию и новый шаг в жесткую реальность. И журналистам, и тьюторам персональным, и сценаристам, и пиар-менеджерам, и пресс-аташей, стартаперам, и запускала с нуля международные компании, кризис-менеджерам, писателям, авторам и ведущим социальных проектов, инфобизнесменам, журналистам, студентам. Ну и, конечно, в эту эпоху я выявила себя как коуч, ну и мотиваторам, ораторам, миссионерам. И вот это все прочее всегда было и есть во мне и остается. Потому что для меня всегда важна миссия. И вот это моя миссия – помогать людям открывать, распаковывать знания и передавать их. Это мне приносит необыкновенную просто радость. В общем-то, я не знаю, все ли я вспомнила, но мегаполис промедлений не ждет. И этот огромный город, он неуклюж, но это на первый взгляд. А на самом деле, на самом деле мир у вас в кармане. И что вы из него достанете, из этого своего внутреннего интеллектуально-человеческого кармана вам решать. Время поворачивается, а когда разворот нужен, тут скорости снижаются. Пусть ваши реки текут, в ваш океан жизни творите. Всех обнимаю. С вами была Алена Романова. Еще услышимся. До свидания.